Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс. Со всей силы сразу хотел сказать спасибо всем тем, кто подписался на канал, поставил лайк и написал комментарий под этим видео. Делитесь этим видосиком в себя в соцсетях, а мы в сегодняшнем видео зацепим очень такую щепетильную тему. Некоторые обновления, крайние обновления, которые вышли не так уж и давно, изменили наше отношение к топовому луту. И каждый из нас переоценил возможности халявы в игре. Да, просто недавно мы могли наслаждаться чем-то большим, огромным, халявным, крутым и последнее чем можно насладиться в игре это снабжение. Да, ролик не пойдет сегодня о снабжении, но и мы вспомним маленькие приятные моменты в игре, которые так же как сейчас снабжение, это последнее чем можно насладиться со всей силы, ведь именно халява в этих ящиках зашкаливает. Пускай эти ящики добываются крайне редко, крайне тяжело, то зато лут там, тактические рюкзаки, карты инспекторы, заряды С4 и много чего другого может порадовать глаз, выгрелась Дэйна в Сервайл. Снабжение продлится целых 7 дней, осталось 6 и 12 часов, но зато мы можем насладиться многим, что здесь выпадает. Надеюсь вам выпадут самые редкие, самые халявные подарочки. Это последний момент, где можно добыть вообще-то тактический рюкзак, Если не прибегать к донату, представьте себе, что буквально недавно мы могли просто-напросто получить тактические рюкзаки, не напрягаясь. Ну, не сильно напрягаясь. Например, в игре было очень много интересного, и давайте рассмотрим одно из этих событий. Итак, буквально недавно у нас была такая себе интересная штукенция, это награды, вот они какие, звездочки. Ну, если честно, то за эти звезды можно было бы получить очень много крутого. Знаки отличия, так они назывались, открывали 5 звезд, знаков отличия открывали один ящик. В этом же ящике ты мог получить много и еще больше. Например, разрушитель это самое мелкое, что можно было получить, а там можно получить и калаши, и, конечно, какие-то недостающие части чопера, а ТВ и не только. Да, я не скажу, что эти знаки отличия формились очень легко, и ты добывал их на изи. Но зато, как же приятно было накопить этих звездочек штук 100, и открыть 20 сладких приятных ящиков. Тактические рюкзаки также присутствовали в наградах. Какие-то уникальные скины, или, например, те, которые у тебя уже были, тоже здесь присутствуют. Кевларовая броня, гранатометы, все это тоже радовало глаз. Но потом в одно обновление их просто убрали. Куда же они делись, я так и не понял. Но самое главное, что нам обещали их вернуть на, по-моему, даже донатные моменты, которые здесь выпадали, реаниматоры и все остальное, просто радовало большинство коммун и Воздаемер Сурвайвл. Я соскучился за этими ящиками. В сегодняшнем видосе мы сделаем обзор на все то, зачем так соскучился, играя большующее количество времени в любую игру. Да, как вы видите, что здесь не особо везет, но тем не менее, бывало такое, что просто открываешь 10 ящиков, тебе с этих 10 сыпануло нереально крупное лод. С 10 ящиков было такое, что даже 2 раза подряд не выпадали инспекторские карты. Давайте немного вспомним, а что же вам самого крутого выпадало с этого, и как много фиолетовых карт. Например, активируя 1000 звезд, я получил штук 6 или 7 фиолетовых карт. В общем, в этом видосе. Поэтому мы только начинаем. Много кто заметил одну маленькую вещь, что не только ящики, но и целые события у нас перестали существовать. Надеюсь, такого не произойдет с ярмаркой, потому что я жду-то ее со всей силы. Я думаю, что обязательно ярмарка появится только уже месяцем позже. Например, следующее, что я к обзору взял, это любимая моя локация, которая остается, можно так сказать, любимой до сих пор. Ни одна из лок пока ее не переплюнула, и тоже качество и крутость лута, которая там выпадала, может только сравниться, наверное, с снабжением. Но ведь лут там добывался чаще, больше и интереснее. Давайте вспомним такую локацию, которая называлась Эхо-1. Если вы помните об этой локации, обязательно сразу черпните в комментариях. Посмотрим, насколько много нас таких ребят, которые об этом не забыли. Начиная обзор этой локации, ты должен понять, что многое, конечно, здесь было не особо интересно, но твоя основная миссия и цель это было защититься от волн зомби. защитить вот такую вот штукенцию, которая называлась Эхо, и в принципе, что? Естественно, получить в конце обработанную руду. Обработанная руда у тебя была или нет, естественно, все это влияло на качество лута, которое ты получишь в конце. В конце или на конце. Ну что, ребят, начнем. Первая волна и заставляла тебя даже подстреливать. Некоторые турели были маленькими и совсем-совсем стреляли не больно. Другие же турели просто очень сильно, ребят, наносили большущий урон. Но даже если ты не помогал своим турелям наносить урон, они справлялись бывало получше, чем ты. Смотря какого уровня была осада и насколько это было сурово. Естественно, прокачивая, проходя дальше, зомби усиливались, и все, что здесь происходило, конечно, желало лучшего. Сложность увеличивалась, но самое главное, это вот оно что. Награды, которые ты мог получить с коробочки, которая вот так вот называлась. Неизвестная коробка. Также именно про это я и снял. Сначала про звезды. Почему именно звезды я затронул сначала? Знаки отличия, потому что вон так вот выглядели награды, которые можно было получить. Круто, звезды, инспекторские карты, рюкзаки, все это можно было получить. Представь себе, и награда также отправлялась на почту. Да, про рюкзак, по-моему, я переборщил. Да, можно было какие-то бесполезные ресурсы получить. Но один из десяти прокрутов 100% давал что-то интересное. И эхо 1 локация, где ты необработанную руду, получал достаточно легко, просто сливая любых зомби. Да, это было очень интересно. Да, куда же делась эта локация? Да, сколько долго ее еще будут у нас держать вне календаря, я не знаю. Но самое главное, что мы должны понимать, ребят, что есть всяческие моменты в игре, которые, как минимум, вызывают приятные, ностальгирующие такие моменты. Да. Эхо 1. Прикольная локация. Надеюсь, что вы согласитесь. Вы также можете сейчас в комментариях писнуть, а чтобы вы вернули в игру или добавили. Я, естественно, еще не снимал ролик о том, что тюрьма, лагерь наемников, много чего интересного, поверьте, в игре еще было раньше. Лагерь наемников, лагерь контрабандистов, разрушенный корабль, который выглядел совсем по-другому. Это да. Что сейчас делали с этим? Об этом ролике попожее. Ну, а мы рассмотрим в сегодняшнем ролике еще один момент, о котором я со всей силой скучаю. А представьте себе, что за просмотры некоторых ютуберов, вернее, ребят, которые делают контент даже на других платформах, упоминать сейчас мы это не будем, сделав некоторые манипуляции у себя на аккаунте, ты мог получать достаточно прикольные, самое главное, крутые коробки, которые приходили безвозьмездно, а значит, бесплатно тебе на почту, за которые, естественно, получал ты так же крутейшие награды, это было доступно у нас тоже достаточно недавно. Ну, если считать, в общем, все количество времени, которое существует уже игра в Last Day Not Survival. О чем я сейчас хотел рассказать? Да, смотришь, наслаждаешься стримом, а за это получаешь коробки, и такое у нас было. Угу, давайте мы и это вспомним. Да, какие-то манипуляции проходили, подарочные коробки, вот такие вот дропы прилетали к тебе на почту. Например, в ящиков кучу или корм для собак, это то, что можно было получить, открывая эти коробочки. Да, я думаю, что каждый из вас вспомнил и, самое главное, всплакнул, получая подобные предметы к себе на почту. Ну, а вы можете, конечно же, тоже написать, знаете, что это за дропы и с чем их едят, открывали вы их или нет. Просто интересно, чисто для себя интересно. Есть ребята, которые подарочные вот такие вот посылки тоже получали и тоже наслаждались тем лутом, который с ней цифровал. Думаю, что сейчас вспомнили практически все и 20 таких посылок могли принести тебе не только щенков и вот такие вот ящики, но и также детали на чоппер, какие-то уникальные скины и даже, по-моему, если я не ошибаюсь, монеты. Монеты я не получал, хотя, может быть, это просто какая-то сказочная история, но представьте себе, что подарочные посылки и даже в виде манекена, который прилетел к тебе на почту, его можно выставить, потом можно было выставить у себя дома и, естественно, наслаждаться украшивая его сетами либо оружием, которое тебе интересно. Да, твич дропы было самое топовое момент в игре, когда мы могли наслаждаться открытием вот таких вот посылок за просмотры, можно так сказать, стрима. Некоторые модули, которых еще тогда не было, как вспомнил, так всклакнул. Да, 15 таких, 22 таких коробки можно было получить достаточно за быстрое количество времени и, конечно же, насладиться достаточно большим количеством всяческих приятных посылок, которые падали. Основа их составляла это никому не нужны ящики с ресурсами, но зато были и такие, в которых падали папки с редкими схемами. Также папки были и не с редкими схемами, которые тоже радовали глаз хоть серыми, но все-таки модулями. представьте себе, что вот такое вот количество щенков у меня появилось не сразу, а за какие-то события. Поэтому хотелось бы продолжить и сказать, что те ребята, которые спрашивают прямо сейчас о Михайловиче, откуда у тебя там вот такое количество щенков на почте, сейчас я думаю, что даже и не возникает такого вопроса. Ведь все, что здесь выпадало в игре раньше, это все копилось и делалось не за один день сто процентов. Щиток ремонтируем, входим. Я так понимаю, что Ведмантос подсказал, что Михалыч, а антенны и все, что падает, как говорится, с любых локаций, нужно собирать. И я решился все-таки, что наверное, пускай это будет не сильно легко, но я продолжу выбивать, собирать, как говорится, все то, что выпадает всех локаций. Ну, я говорю сейчас о антеннах, о свечах зажигания, которых я сейчас забыл достаточно крепко, потому что потому оно просто не нужно. Я собрал минивэн и так же собрал командный центр. А Ведмантос говорит, что дальше в прохождении поселения будут нужны именно эти ресурсы. Поэтому задумался и решил проходить вот такую вот локацию. Катаны, приятные, конечно, вознаграждения ждут вас и здесь на фабрике. Но возвращаясь к той теме, что у нас все-таки много чего было, есть что вспомнить. Но нечего рассказать всегда интересовало многих. Откуда у тебя то, откуда у тебя это. И это только начинающий видос, в котором я буду рассказывать о том, что же как минимум вызывает у меня эмоции ностальгии и что же радовало глаз буквально еще недавно в игре у нас. Так, генератор слишком много таких на базе и теперь у меня большая проблема, да, потому что потому мед так нравится ему вот в этом ящике. По-моему, генератор нужно запустить, чтобы у нас заработало все хорошо там сверху и может быть даже выпадет какой-то приятный лошадь. Ребята говорят, что там даже заряды С4 падают. Интересно, я не получал, не, я получал даже два раза, два раза подряд дважды мне это падало. Ну, увы, нужно будет завести сейчас пару генераторов своей базы гункера альфа либо просто на локации и получить доступ к этому. Потому что давненько это не проходил, а все-таки нужно было. Главное, я антенну забрал, пишите в комментах, интересно ли вам такой контент, и я буду рад видеть вас в следующих видео, ребята. в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!